История с Коми-Авиатрансом. Только один эпизод в большой работе, которую ведут сейчас региональные власти, чтобы исправить ситуацию. Вот еще примеры. На этой неделе 48 миллионов рублей были направлены в Заполярье на оснащение местных больниц. А у Соктовкарской хоккейной команды появился новый автобус. И опять же, благодаря личному участию главы республики. Ольга Коняева продолжит. Играть дома. Этого для спорта высших достижений, конечно, мало. Именно выезды, игра на чужом поле, обмен опытом дает рост в развитии, а затем и признание. Мы будем радовать своей игрой. Будем передвигаться на этой машине на все тренировки, на все выезды, которые будут у нас в Соктовкаре. Это очень сильное подспорье в том плане, что ведь команда не только единолично им пользуется. Это еще, прежде всего, встречать, провожать, развоз приезжих команд. У нас есть детская и юношеская спортивная школа. Им надо помогать. Старенький автобус, который прежде был у строителя, почти музейный образец. Теперь главная ледовая дружина Коми передвигается на новом. Кроме основного состава у строителя есть команда-дублер и детский состав. А это уже будущее нашего хоккей с мячом. И для успешного будущего нужны перспективы в настоящем. Сегодня мы выполняем маленькую мечту. И это очень здорово, когда есть возможность поступить по-мужски. Сказал – сделал. Как вернуть хоккею в республике былую славу? Об этом глава региона говорил с командой еще в июле. Финансовая составляющая, в том числе транспорт, – это важное условие. Автобус для строителя по просьбе Владимира Уйба приобрели социальные партнеры республики. Налаженный контакт губернатора с промышленниками помогает в таких случаях решать очень важные вопросы. Так случилось и в критической ситуации в Среднем Бугаево. Впервые местную школу капитально отремонтировали. Этого здесь уже не ждали. Надо было ее давно ремонтировать. Я не знаю, почему ее вот столько лет запускали. Я закончила здесь нашу Среднебугаевскую тогда еще образовательную школу в 2003 году. И тогда уже она, конечно, требовала ремонта. Ну, естественно, за 17 лет лучше она не стала. Ветхое здание – образец, каким социальный объект быть не должен. 74-го года постройки, да еще и заливаемой большой водой. В строительстве школы прежде бугаевцам отказывали. Мол, демография в селе хромает. Но и ремонт не делали. Владимир Уйба, увидев удручающую картину, решил по-другому, в пользу жителей. Конечно, строить новую. Дело это не быстрое. А потому пока сделать все для безопасности детей. По ходу начали искать деньги, потому что никакой там ни 500 тысяч, ни миллион. Оказалось, нужно 5 миллионов. И понятно, что мы опять же обратились с нашим партнером по социальному партнерству к Лукоилу. И попросили эти деньги дополнительные дать. Ну, не дополнительные, по сути, 5 миллионов. И они быстро выделили. Новую школу в Уктыльском селе Дутово ждут с 2007-го. Строительство началось лишь в ноябре 2019-го. А весной, когда Владимир Уйба посетил Уктыл, проект был выполнен лишь на 17%. Ему, конечно, просто пришлось вмешаться, ускорить процесс. Нам построили такую новую, светлую, со всеми современными технологиями школу. Теперь мы все ждем с нетерпением, что наши дети пойдут в новую школу. Ну, и осталось совсем немного ждать. Во время паводка глава Коми не просто объехал пострадавший район и подмечал, где дороги отремонтировать, а где помочь с восстановлением жилья. Только в Усть-Куломском районе подтопило 200 домов, еще больше придомовых территорий. Покрыть все расходы местному бюджету, конечно, не под силу. Нам была оказана помощь еще по двум направлениям. По линии Минсоцтруда в рамках 22-го республиканского закона. И плюс из резервного фонда республики были выделены деньги на то, чтобы восстановить дома, которые пострадали в ходе паводка. Таким образом, семья, например, средним из трех человек при максимальных повреждениях получила 33 тысячи, плюс 10 тысяч на каждого и плюс 10 тысяч от администрации района. Такие поездки по районам помогают главе выявить самые болевые точки. Весной, когда северяне получили квитки за тепло с непомерными суммами, тогда исполняющий обязанности главы КОМИ настоял на массовой и публичной проверке расчетов. И справедливости удалось добиться. Служба стройжилтехнадзора и прокуратура нашли нарушение. Только в Усинске корректировки за отопление отменили по 80 многоквартирным домам. После чего перерасчеты прошли еще в Уссильме и Ижме. Крайне важно для людей, кого коснулись вот эти перерасчеты, я прошу в обязательном порядке выполнять то, о чем мы сегодня договорились. Причем, по сути, мы договорились со всем народом, поскольку все наши слова сняты и будут транслированы людям. Поэтому прошу за свои слова отвечать. Еще вчера было именно так, когда оборудование медицинских учреждений Воркуты не позволяло должным образом оказывать помощь населению. Об этом медики сообщили Владимиру Уйба во время его визита в Заполярье. Это было летом. Сегодня вопрос решен. Солидное обновление ждет Воркутинскую больницу скорой помощи. И это важно, поскольку медтехника будет задействована для лечения больных коронавирусом. В частности, сюда поступит передвижной рентгенаппарат. Городской роддом получит аппарат ИВЛ и систему УЗИ экспертного класса. А инфекционная больница – передвижной рентгенаппарат. Частично оборудование в больницах Воркуты имелось. Например, стационарный рентгенаппарат 1991 года. Это уже почти раритет. Его заменят современной цифровой с низкой дозовой нагрузкой на пациентов. По решению Владимира Уйба из резервного фонда региона на оснащение в Иркутинских больниц направлено 48 миллионов рублей. Их хватит на 13 единиц медтехники. Оборудование поступит до конца года. Оборудование, которое поставляется в учреждения здравоохранения города, естественно, очень-очень важно для нас. То есть оно позволит обеспечить население в большем объеме качественной медицинской помощью, улучшить диагностические возможности учреждений и знаково поможет нам в работе. Такой объем помощи учреждения города получают за последнее время впервые. На встречах с жителями республики Владимир Уйба обещал доложить обо всех проблемах региона Владимиру Путину. Сказано – сделано. Картину жизни в Коми знает теперь не только глава республики. Президент в курсе. Дороги, школы, кадры – все по полочкам. Откровенно. Что-то можно решить самим, а где-то уже помогают федералы. Чаяния жителей о лучшей жизни даже самых отдаленных уголков Коми услышаны.